Президент Венесуэлы призвал народ защищать порядок в стране. Николас Мадуро оценивает происходящее как попытку госпереворота. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, хотя две недели назад в должность вступил Николас Мадуро. Гуайдо поддержала большинство стран Латинской Америки. Президент Мадуро утверждает, что все это было тщательно спланировано в Вашингтоне, который давно вмешивается в дела Каракаса. И заявил, что Венесуэла разрывает дипотношения с Соединенными Штатами. Я заявляю перед народом, что как конституционный президент я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством США. В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США покинуть страну. Правительство, которое я возглавляю, любой ценой будет защищать суверенитет страны. Мы защищаем право на существование нашей республики, нашей Родины. Сторонники и противники президента Мадуро вышли на митинги по всей стране. Сообщается, что есть погибшие в ожесточенных столкновениях. Магазины и метро в Каракасе закрыты. Полицейские вынуждены применять слезоточивый газ и по некоторым сообщениям даже пускать в ход оружие. Венесуэльская Минобороны подчеркнула, что военные не признают Хуана Гуайдо. Власти Мексики, Боливии, Уругвая, Кубы заявили, что поддерживают законного президента. На его стороне и Турция. Посольство Венесуэлы в России пообещало, что продолжит следовать инструкциям Мадуро. А в Российском Совете Федерации заявили, что внимательно следят за ситуацией. И любую попытку госпереворота в Венесуэле считают незаконной. Так как ранее на выборах победу одержал Николас Мадуро. Я думаю, что сейчас армия должна выполнять свои конституционные обязанности. Она должна защитить законно избранного президента. Потому что нет никаких оснований, считать, что он сфортифицировал выборы. Это с Венесуэль Мадуро имеет полное право обратиться экстренно в Совет Безопасности ООН. Поскольку незаконная попытка свержения его продолжается. И требует строящего созыва Совета Безопасности. Возможно, кто-то из других постоянных членов Совета Безопасности созывет такое заседание. Хотя я думаю, что если это будет не по американскому сценарию, то заседание будет заплатировано. Конечно, Россия сейчас очень внимательно отслеживает ситуацию. И я все-таки полагаю, удаст ту проблему, которая сейчас возникла в Венесуэле, решить в рамках конституционного поля. Любой переворот будет незаконен. Венесуэль Мадуро Продолжение следует...